Мне в этом году исполнилось 33. За плечами многолетний опыт работы, а также практики саморазвития в абсолютно разных сферах деятельности. Я искренне рад каждый раз им делиться абсолютно бесплатно. Я загружаю видео с большими паузами последние несколько лет. И это потому, что у меня буквально каждый месяц перестройки в голове. В этом видео я подвожу итоги недели, поделюсь интересной информацией, на которую я наткнулся, поделюсь инсайтами, опытом, который вы также можете взять на вооружение. Итак, поехали! Неделя прошла просто отлично. С точки зрения эффективности и продуктивности я сделал все задуманное, все задачи, которые я себе поставил, были выполнены. Я начал вставать очень рано, почти каждый день стабильно. Идти на прогулку, делая за час минимум 7-8 тысяч шагов, а также слушать при этом аудиокнигу. Лично мне это помогает сразу убивать двух зайцев. Это ходить. Собственно, то, что мы сейчас делаем крайне редко, согласитесь. У всех либо машины, либо общественный транспорт, работа у большинства сидячая. И это, как я недавно осознал, очень сильно убивает нашу креативность. Но остальные 2-3 тысячи шагов из тех 10 тысяч я спокойно добиваю позже, потому что по работе у меня очень много встреч, как минимум 2 встречи за день. Поэтому мне это, в принципе, легко дается. Чем полезна ходьба, вы можете это погуглить. Она помогает, по сути, структурировать мысли. Да и просто держит тело в тонусе. Потому что элементарно можно не заниматься спортом и просто ходить. И этого будет достаточно, если вы в день делаете минимум 10 тысяч шагов. Я это на себе проверил. Вообще, для того, чтобы себе не навредить и развивать при этом силу, баланс и ловкость, нужно подходить к тренировкам с умом. Я раньше тренировался для того, чтобы выглядеть красиво в зеркале. То есть потешить свое эго. Годами я пришел к тому, что это все не важно. Не важно, как ты выглядишь в глазах других. Важно, насколько тебе самому комфортно. И это вроде как такая банальная, наверное, мысль, которую вы часто где-то услышите. Но осознание не приходит сразу. Я понял, что тренироваться и вообще заниматься каким-либо видом спорта, я буду выбирать, исходя из того, продлевает ли мне эта жизнь. То есть приводит ли меня это к долголетию. А функциональность это тоже некий фактор, который нужно держать на определенном уровне. Сейчас у меня авторская система, я к ней шел много лет, которая как раз-таки подразумевает баланс между изнашиванием своего тела и готовностью к физическим трудностям в жизни. Если интересно, дайте знать, я расскажу об этом более подробно. Второе, то что я очень серьезно выровнял за эту неделю, это сон. Есть два крутых приложения, которые мне в этом помогают. Это Aura Ring и Rise Sleep. Для Aura Ring вам нужен аксессуар. Вот такое вот кольцо. Оно на 100% стоит своих денег, потому что буквально за пару недель я улучшил все свои показатели по сну, по активности, по восстановлению. Оно показывает шаги, качество сна, пульс, температуру тела, тон на как много и как часто вы спите или не спите. Это очень-очень круто. Вот даже здесь вы видите, что есть красные полоски, которые подразумевают то, что я не сильно активен в течение дня. То есть это значит, что я либо сижу очень долго, либо там, не знаю, нахожусь в горизонтальном положении. Кольцо мне подсказывает, говорит, чтобы я делал это меньше, чтобы я обратил на это внимание. Этим оно и полезно. Также есть показатели по пульсу, температуре тела. Оно предупреждает меня, если я начинаю заболевать. В частности, предупреждает по ковиду тоже. И последний немаловажный параметр — это уровень восстановления после тренировки. Если я вижу, что у меня уровень восстановления прямо на самом нуле, то я, соответственно, могу себе просто отменить тренировку, больше отдохнуть, потому что, как я вам говорил, моя система построена таким образом, чтобы она мне не вредила. Второе приложение — это Rise Sleep. Выглядит оно таким вот образом, обязательно его скачайте. Для этого вам не нужен никакой аксессуар, оно прекрасно работает на смартфоне. И, знаете, бывает, скачиваешь приложение, и ты очень четко понимаешь, что, блин, приложение с потенциалом. Ты, типа, видишь в ней сразу перспективу. Это как раз тот случай, когда за пару дней я понял, насколько он может изменить мою жизнь, дополняя мой режим дня и стремление к саморазвитию. Оно проанализировало всю мою базу Apple Health за 4,5-5 лет. И абсолютно сразу дало мне краткие рекомендации относительно того, во сколько мне лучше ложиться, во сколько мне лучше быть активным. Это не значит, что я должен этим указаниям следовать минуту в минуту, но это определенные наблюдения, и со временем, там, я пойму, насколько они важны или нет, где мне стоит следовать этим правилам, а где их нарушать. Оба приложения отлично работают в тандеме, потому что с кольца подгружаются данные в Apple Health, а оттуда его уже берет приложение Rise Sleep, анализирует и дает мне необходимую информацию относительно, там, некого summary моего дня. И после корректирует, давая определенные прогнозы на завтра. Ну и поговорим про книгу. За эту неделю я добил книгу, которая называется The Path is Path. И коротко хочу с вами поделиться тремя основными инсайтами, уроками, которые я для себя подчеркнул. Мне очень понравилось, что в книге было написано про Опру Уинфри, все вы ее прекрасно знаете. Она сказала, что каждый из нас имеет определенное призвание. И лучший способ преуспеть — это банально любить то, что ты делаешь. И я не устану это повторять, не только вам, но и себе. И она говорит, что если через эту любовь ты помогаешь решать чьи-то проблемы, вся вселенная помогает тебе достигнуть твоих результатов. И это мне напомнил инсайт из книги Рами Блэкта «Путешествие в поисках смысла жизни». И он говорит, что Бог или всемогущий какой-то разум, он проявляет себя через наши действия. И это мне очень сильно откликнулось, когда я прослушал про Опру. Второе — это про Тима Ферриса. В книге говорится, что он сформировал идею мини-выходов на пенсию. Мне это показалось смешным. И он говорит про то, что вот эта вот система, когда мы там 2-3 недели в году собираем вещи, быстренько куда-то уматываем, путешествуем, наслаждаемся, а потом опять приходим корящимся на нелюбимую работу — это не есть хороший правильный путь. Рекомендуют взять вот эти годы на пенсии и просто перераспределить их в течение всей своей жизни. Естественно, это возможно там при определенных условиях, да, это все очень красиво описано. Но суть в том, что это дает нам немножко пищи для ума, для того, чтобы пересмотреть то, что мы делаем сейчас. Я сейчас стремлюсь создать такую жизнь, чтобы через 3, 5, 6 лет прийти к тому, чтобы путешествовать от 1 до 6 месяцев в году. Это очень тяжело, но если ты все правильно выстроишь, я уверен, что это возможно, я буду к этому стремиться. Следующий инсайт — это про страх. В частности, про мой страх. Я очень долго боялся того, что я могу завтра лишиться источника дохода. Вы знаете, я понял, что фишка в том, чтобы не бороться с мыслью, что завтра у тебя может не хватить на что-то денег, или ты можешь лишиться источника дохода, а в том, чтобы не отвлекаться на эти мысли и просто постоянно двигаться вперед, делать то, что ты делаешь. Не сидеть на месте. То есть я для себя понял, что я буду просто двигаться вперед, буду делать все правильно, буду помогать другим людям. Все будет хорошо в любом случае. Фокус только на том, что ты можешь контролировать и что ты можешь дать другим людям или этому миру. Части у каждого жизнь в определенный момент ведет на край, где мы познаем свои лимиты, которые в свою очередь ведут к развиватке своего «я». Именно там мы находим свой собственный уникальный путь. Об этом, по сути, и книга. И расскажу про бонусный такой инсайт, который связан с нетворкингом, со штукой, которую я очень люблю. Я назову ее «Playing long-term games with long-term people». Полный перевод на русский не совсем корректен, поэтому я оставил так, как есть. И суть здесь в том, что нетворкинг должен быть долгосрок. Со всеми людьми, с которыми мы пересекаемся, кому мы пишем или с которыми просто сводит нас судьба, должны рассчитываться не людьми, с которых мы можем какую-то ежесекундную пользу вытащить, а с людьми, с которыми мы будем дружить всю жизнь. Я задал себе здесь вопрос, как развить навыки таким образом, чтобы предоставлять так называемый «lifetime value» другим людям. Ответ на этот вопрос кроется в развитии своих уникальных компетентных способностей для того, чтобы помогать другим людям. И либо это выражается в том, что вы на наемной работе выполняете задачи и этим самым приносите пользу, либо создаете свой какой-то уникальный продукт и продаете или даете бесплатно в пользование другим людям. Лично я стараюсь делать и то, и то. То есть у меня есть моя основная работа, это мой основной источник дохода и свободное от работы время. Я развиваю этот YouTube-канал, у нас еще есть другой YouTube-канал, у меня есть команда творческих ребят, которые также развивают свои скиллы, и я стараюсь их поддерживать и двигать вперед. Так что эта книга очень интересная, прочитайте ее, она учит делать шаг в неизвестность, то, что мы делаем очень редко или боимся делать по определенным причинам. Научиться принимать эту неопределенность и находить средством этой неопределенности свой уникальный путь. Я все еще над этим работаю и думаю, вот этот период мой, когда мне с 30 до 40, он мне нужен для того, чтобы я научился развивать в полной мере свой потенциал. Я думаю, через 2-3 года я выйду на пик своего потенциала, который я смогу держать до 40 лет. И вот в этом и заключается инсайт, который я для себя подчеркнул, там, прочитав эту книгу. Дайте знать, если вам зашел видос, он абсолютно нового формата, я решил не париться, просто сел, включил камеру. Так что, надеюсь, оно вам понравилось и, как всегда, увидимся в следующем видео.